Помощь тому, кто помогает сам. В преддверии дня вывода советских войск из Афганистана одна из староскольских ветеранских организаций получила подарок от фонда поколения Андрея Скотча. Ветераны и инвалиды войн в Афганистане и Чечне теперь смогут доставлять гуманитарные грузы за ленточку еще в больших объемах. Продолжит Анастасия Конникова. С начала специальной военной операции староскольские волонтеры отправили за ленточку десятки тысяч тонн гуманитарного груза, медикаменты, одежду, предметы личной гигиены, письма и продукты. Тепло родного дома, которого так не хватает бойцам в окопах. Люди вяжут носки и плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и всем миром покупают квадрокоптеры-тепловизоры. Одни из тех, кто взял на себя нелегкую заботу по сбору и доставке груза на передовую – представители местной организации инвалидов и ветеранов войны в Афганистане и Чечне. В зоне СВО, особенно в горячих точках, плохие дороги, но упорные оскольчане из раза в раз отправлялись туда на своих легковушках. Теперь на помощь им пришел фонд поколения Андрея Скотча. Простые жители Старого Оскола, бабушки, дедушки передают различные товары для наших бойцов, которые на сегодня выполняют очень страшные задачи. Они воюют с врагом, которого не добили в свое время наши деды и прадеды. Но все равно победа будет за нами. А это транспортное средство будет способствовать увеличению и улучшению и убыстрению доставки необходимых товаров и грузов нашим парням и девушкам. Теперь доставлять гуманитарный груз станет немного легче и безопаснее. Отечественный автомобиль – вездеход УАЗ, именуемый в народе буханкой, вместителен и обладает хорошей проходимостью. Машина прекрасно ведет себя на слабых грунтах и на тяжелом бездорожье. Автомобиль прослужит верой и правдой не один год. Доставили его в Старый Оскол в кратчайшие сроки. Потребовалось действительно чуть меньше недели для того, чтобы этот транспорт разыскать. Наши партнеры в этом плане нам, естественно, всегда помогают. И фактически с платформы был этот автомобиль доставлен в городской округ Староскольский. И поэтому мы считаем, что это будет крайне важная, крайне значимая и крайне нужная задача, которую мы сегодня в кратчайшие сроки решили. Не откликнуться на просьбу ветеранов Афганистана и Чечни фонд поколения Андрея Скотча просто не мог. Более 20 лет он реализует свои благотворительные проекты на Белгородчине. С началом СВО зона ответственности фонда стала гораздо больше. Крайне важно сегодня оказать помощь и быть полезными, потому что непростое сейчас время. И вот я еще раз скажу, что в зоне нашего внимания сегодня находятся и семьи военнослужащих. Мы оказываем большую помощь и ребятам, которые приходят к нам для реабилитации. Все медицинские центры, которые у нас имеются под нашим началом, они тоже работают в этом направлении. Совсем скоро новенькая буханка отправится в свой первый рейс. Ее уже ждут бойцы на передовой.